Что делать, если мужчина общается с другими девушками? Там, бежать от такого мужчины, уходить от такого мужчины, не строить с ним отношения, или поставить ему ультиматум, или какие-то бывшие, с которыми он там флиртует, заигрывает. Что ты начинаешь? Я же с тобой живу, ну я же тебя люблю, ну я же там сексом с тобой занимаюсь. И от этой любви я страдаю, мне больно, падает моя самооценка, общается с другими девушками на сайте знакомых. Как я создала эту ситуацию? Как я выбрала этого мужчину? Как я согласилась быть терпилой. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях, основатель образовательной компании «Фаза роста». И все чаще вы задаете этот вопрос в личные сообщения в Инстаграме, и также на наших разборах в Инстаграм, которые я провожу регулярно, звучит такой вопрос. Хотя я прекрасно понимаю, что для части из вас вы думаете, что это за вопрос, в смысле что делать? Там, бежать от такого мужчины, уходить от такого мужчины, не строить с ним отношения или поставить ему ультиматум. И сейчас я хочу выразить свое мнение, экспертное видение на этот вопрос и порекомендовать пути решения этого вопроса. Моя задача, в принципе, помочь вам адекватно расценивать эту ситуацию и выбрать адекватную стратегию для того, чтобы ты была счастлива с этим мужчиной или, может быть, не с этим мужчиной, если он не готов меняться, если для него так важно переписываться и общаться с другими девушками. А тебе это неприятно. Хотела бы ты понимать мужские секреты? Хотела бы ты поднять уровень собственной самооценки раз и навсегда? Хотела бы ты, чтобы в отношениях с мужчиной ты была на 100% уверена в вашем каждом дне? И чтобы ты понимала, что этот мужчина, если ты уже его выбрал и ты с ним счастлива, он будет гарантирован на 100% до конца ваших дней с тобой вместе. Тогда прямо сейчас кликай по ссылке под этим видео и записывайся на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция», где несколько вечеров мы будем получать женское образование, с помощью которого ты сможешь сильно улучшить свою жизнь. Прямо сейчас кликай по ссылке под видео и записывайся. Итак, в принципе, я считаю, что это абсолютно ненормально. Я считаю, что если мужчина и женщина строят отношения вместе, если у них реальные отношения, тогда не должно быть никаких третьих лиц. И такое, кстати, бывает не только со стороны мужчин. Недавно на разборе в Инстаграме была девушка, женщина, которая прям говорила, «Ярослав, что делать? Мы в отношениях с мужчиной, у меня есть друг детства, и мне важно с ним общаться, а моему мужчине это не нравится. Вот как моему мужчине объяснить, что это мой друг? Я говорю, никак не объяснишь. Ты выбери, либо тебе важен друг, либо мужчина». Это абсолютно нормально, когда мужчина так реагирует на друзей. И также я считаю, что это абсолютно ненормально, когда у мужчины есть какие-то непонятные подружки детства или какие-то бывшие, с которыми он там флиртует, заигрывает. Бывает, вот вы удивитесь, но реально очень много было сообщений, когда девушка говорит, что мужчина при мне общается с другими девушками на сайте знакомств. Ярослав, а что делать в такой ситуации? Ведь когда вы начинаете выяснять отношения, что вы слышите в таких случаях от мужчины, он говорит, «Да все нормально, что ты начинаешь? Я же с тобой живу, ну я же тебя люблю, ну я же там сексом с тобой занимаюсь». А это просто подружка, это просто бывшая, или это просто знакомая, или это просто девчонки из интернета. Это ненормально, И я считаю, что это проявление неуважения по отношению к тебе. И есть девушки, которые терпят это неуважение, просто терпят, потому что любят, потому что боятся остаться одна, потому что слышат его какие-то обещания, что вот-вот он изменится, и она, по сути, выбирает стратегию терпила. Терпит, 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 терпит. Иногда она, конечно же, взрывается, иногда, конечно же, она устраивает ссоры, но глобально она терпит. И есть другая крайность, это когда девушка взрывается и устраивает войну, и говорит, вот еще там что-то, еще чуть-чуть, и я тебя брошу. Или ты так продолжишь, что... Ну, то есть она постоянно с ним воюет, но при этом все равно продолжает быть с ним во взаимоотношениях. Эти стратегии некорректны, они не ведут, в моем понимании, к счастью, не та стратегия, не та, потому что это крайность. Какой простой вариант? Это простой диалог с мужчиной, когда ты просто выражаешь свои мысли, делишься своими переживаниями и предлагаешь пути решения. Когда ты подходишь и говоришь, дорогой, смотри, мне вот это неприятно, мне это некомфортно, я чувствую себя ненужной, да, у меня закрадываются какие-то мысли. Мне кажется, это не очень хорошо, когда происходит такая ситуация, когда ты общаешься с другими девушками. Поэтому давай, либо ты мне скажи, посоветуй как женщине, что мне в себе можно улучшить, исправить, может быть, я где-то косячу, для того, чтобы у тебя не было желания общаться с другими девушками, либо, если со мной все ок, тогда скажи, как мы можем сделать так, чтобы этого больше в наших отношениях не было. Я не готова это терпеть, я не хочу это терпеть, мне хотелось бы, чтобы в наших отношениях было вот так, вот так, вот так. Поэтому, дорогой, дай мне, пожалуйста, советы, дай мне, пожалуйста, рекомендации, я тебя услышу. И если этот мужчина нормальный, он тебя уважает, он пойдет на диалог, он будет с тобой делиться, он будет говорить, да, у нас есть вот такие нюансы, он будет искать какие-то пути решения. Если мужчина реально тебя не уважает и реально тобой пользуется, он что выберет? Да что ты начинаешь? Да снова ты начинаешь? Отстань, потом поговорим, не сейчас. То есть, условно, он уходит от разговора и продолжает делать то, что тебе неприятно. Это уже такие, знаешь, серьезные звоночки, которые говорят о том, что, ну, действительно, с его стороны есть неуважение по отношению к тебе. И уже дальше ты можешь спросить, так что мне уходить от такого мужчины, если он не меняется? Или не уходить? Бросать его или не бросать? Пойми, тут тоже нужно копнуть в корень. И если мужчина тебя не уважает, тебе нужно задать себе вопрос, а как я так создала такие отношения, в которых меня мужчина не уважает? А я его уважаю? А может быть, я его тоже как-то не уважаю и не слышу? И он мне, может быть, за это как-то мстит? Или ты можешь сказать, да нет, Ярослав, со мной все, я хорошая, я классная, а он не классный. Тогда у меня вопрос, что же ты такая классная, офигенная делаешь с несклассным мужчиной, который тебя не уважает? Тогда, наверное, да, тогда, наверное, нужно смотреть, и если тебе некомфортно и несчастливо в отношениях, тогда нужно какие-то принимать решения. И понимаешь, ты можешь сказать, ну как же так, Ярослав, а я же его люблю. Знаешь, я напомню, я это уже повторял в видео, любовь это когда я человека люблю, и мне от этого хорошо, нам от этого хорошо. Но если я человека люблю, и от этой любви я страдаю, мне больно, падает моя самооценка, падает моя уверенность в себе, любовь к себе, и, в принципе, жизнь не радует от этой любви, то это не очень про любовь. Это похоже, может быть, по ощущениям на любовь, но, по сути, это какая-то зависимость, созависимость, страдания и так далее, и так далее, и так далее. Конечно же, ситуация еще больше усложняется, когда? Если у вас есть дети или ребенок, когда ты от этого мужчины зависишь, когда ты условно жертва, а он твой тиран, и ты от него зависишь. И тут, конечно, ты не сможешь, скажем так, делать ему ультиматумы. Да, и говорить, что, дорогой, я не готова это терпеть, давай искать решение. И он тебя, допустим, не слушает, и ты такая, а, значит, нужно уходить. Здесь так, наверное, не получится. Но, опять же, какая бы ни была сложная ситуация в жизни у тебя сейчас, задавай себе вопросы, а как я создала эту ситуацию? Как я выбрала этого мужчину? Как я согласилась быть терпилой? Как я согласилась быть жертвой? И не как мне теперь его изменить? А что мне нужно в себе трансформировать, как в женщине? Для того, чтобы избавляться от позиции жертвы, повышать свою самооценку, повышать уровень женственности, уверенности в себе, финансовое благосостояние. Понимаешь, вот такие вопросы автора жизни. Желание, я напомню, желание – это тысяча возможностей, а нежелание – это тысяча причин. Ты можешь мне в комментариях написать тысячу причин, почему невозможно, почему сложно, почему как плохо, почему мужчины плохие, мир плохой, президент плохой. И окей, ты будешь права. И ты можешь написать в комментариях тысячу возможностей. Или хотя бы пять возможностей, пять шагов, которые ты можешь предпринять для улучшения своей жизни. И ты тоже будешь права. У меня нет задачи тебя в чем-то переубедить или обвинить. Я просто хочу напомнить, что все, что в твоей жизни происходит, создаешь ты сама. Не президент, не погода, не курс доллара и евро, а ты сама. А то, что происходит в моей жизни, создаю я. Что происходит в жизни твоего мужчины, идеального или идеального, все, что происходит в его жизни, создает он. Если для тебя важно подробнее разобраться в психологии отношений мужчины и женщины, если важно прокачать свою самооценку, уверенность в себе, самодостаточность, понимание психологии мужчин, понимание психологии счастливых отношений, тогда прямо сейчас кликай по ссылке под этим видео и успей записаться бесплатно на онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Прямо сейчас кликай по ссылке и до встречи. Если это видео было для вас полезно, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео. Пока!